Привет! Сегодня у нас такой своеобразный тег, правда без вопросов, и он называется «Нравится книга? У меня есть совет!» Я как хуру просто советов книжных приготовила для вас много-много книг сегодня, даже их не посчитала. Расскажу вам, в чем заключается тег и что нужно вообще делать. Первый шаг, я выбираю где-то 5-10 книг и к ним даю совет. То есть, если вам понравилась эта книга, то я считаю, что вам может понравиться и модель, на которую я советую. Следующим шагом я показываю вам какую-то книгу, которая мне очень нравится, и которой я хочу найти какого-то брата-близнеца, что-то похожее, что-то по духу похожее, по персонажам. Тут нет каких-то особых критериев, по какому признаку книги должны быть похожи. И спрашиваю советы у вас, и затем, наконец, последним шагом я кого-нибудь затегью. Странное слово. Итак, начнем. Я решила начать с антиутопического будущего и взяла, для примера, Веронику Рот с ее дивергентом. Я подумала, какая книга не такая популярная, но все-таки похожа на эту книгу. Я выбрала Декларацию смерти Джеммы Мэри. Эта книга как-то прошла, у нас, по-моему, ну очень незаметно. Тем не менее, по духу, мне кажется, эти книги более-менее похожи. Обе не оставили какого-то восторга после себя, но тем не менее, мне кажется, для тех, кому понравилась избранная, тем понравится Декларация смерти. Что тут в двух словах вообще происходит? Изобрели лекарство от смерти, уже далекое будущее. И единственное условие, чтобы получить это лекарство от смерти, это отказаться от потомства. Но, конечно же, есть люди, которым все-таки хочется иметь детишек. И вот тут рассказывается про этих детей, которые никому не нужны, которых сдали в одно учреждение, и там с ними пытаются что-то делать. Тут фишка в чем, что население Земли-то не уменьшается, а нам нужно его как-то контролировать, так как все бессмертные, нам нужно как-то все-таки территорию сохранять. Единственное, что я могу сказать, не очень положительное про эту книгу, продолжение так и не перевели, поэтому оно здесь, конечно, необходимо, я думаю. Что идет дальше? Если вам нравится Стиг Ларсон, все знают девушку с татуировкой дракона. У меня тут, правда, третья часть, только в бумажном рейте. Девушка, которая взорвала в однушные замки. И я считала, и, по-моему, уже, соответственно, заявляла, и хочу повторить это, что Стиг Ларсон пишет хуже, чем Монс Калинтов, оба Скандинава. И вот Монс Калинтов мне понравился значительно больше. Несмотря на то, что у Стига Ларсона больше детективщик, а здесь больше именно триллер, но, тем не менее, как они в одной серии, я думаю, их можно сравнить. Если вы читали вышедшую в том году серию «Оббасного Саммерса», то я могу и хочу порекомендовать вам «Баших ангелов» Трейси Шевалье. В принципе, где-то один и тот же период времени описывается, может, здесь чуть-чуть пораньше. Вот эта книжечка, она более такая темная, здесь больше всяких действительно семейных, таинские, это в шкафах, здесь много такого темного и довольно-таки пессимистично настроенного, я бы даже сказала, текста. Что касается вот этой книги, то вы сами про нее все знаете, что язык немножко бедноват, но сама история достаточно интересна. Книги про одну и ту же эпоху, поэтому я их и рекомендую. Что у нас идет дальше? Ой! Подними, пожалуйста. Что у нас идет дальше для тех, кто любит Гарри Поттера? Я не думаю, что какой-то особенный сюрприз будет в моих рекомендациях. Во-первых, я рекомендую, конечно же, Перси Джексона. У меня здесь и оригинальное, и переводное издание. Ну, в принципе, они по духу похожи. И сам Рик Ренден, да, правильно уже, да, Рик Ренден признавался, что все-таки какое-то вдохновение у Джона Роулинга черпал. И с самого последнего, такого свежевышедшего, я вам предлагаю ознакомиться с Half Bad Салли Грин. Тоже по духу очень напоминает Гарри Поттера. И даже изначально не можешь понять, в чем причина. Я уже об этом говорила, когда рассказывала про Half Bad. Но, тем не менее, до сих пор у меня такое стойкое чувство, что эти три книжечки, все-таки, они в одной лодке плывут. Ну, и напоследок, я думаю, что тем, кому нравится «Гордость и предупреждение» Джейн Лостин, обязательно понравится «Север и Юг» и «Лизидент Гаскел». Какое-то время назад у нас эта книга стала тоже популярной. И даже, я думаю, не менее популярной, чем «Гордость и предупреждение». Но, тем не менее, если вы читали это и не читали это, и наоборот, то я очень-очень советую ознакомиться. Эти две книги часто сравнивают, несмотря на то, что они написаны про разные эпохи и разными авторами, которые вообще никак с друг с другом не связаны. Но, тем не менее, я считаю, что по духу они похожи, и многие тоже соглашаются со мной. И теперь настала пора попросить совета у вас. Я сегодня хочу показать вам Кена Китти и его «Кушкиным гнездом», книга про психопатов. И поэтому я прошу вас, вот честно, очень-очень хочу найти действительно достойное произведение, которое похоже на «Кушкиным гнездом», чтобы тоже было про психбольницы, или про психов лучше, про психбольницы. Поэтому не стесняйтесь, рекомендуйте мне похожие книжечки в описании. И кого же я затейлю в этом видео, я оставлю их никнеймы в описании к видео, подмесли, вы себя там нашли. Бойтесь, вы помечены. На вас стоит клеймо, теперь вы должны тоже снять этот тег. Ну а на сегодня это все, и я всегда ваша. Пока! Че ты делаешь?